Алхамду лиллáхи рабді л вамиін, واشхаду, ла іллях іллаллах, واشхаду,ป Audrey, алеласуюсь, q legislature, Аллаху маалимна ма инфа'на, ва инфа'на бима'алямтана. Вазидна айлла ла айлмана, ва аслих лана чайнана кулла. Валя такілна і ла анфусна тарфа та айн. Амма баам. Иншалалла卖 teen, продолжим ту тему, которую мы начали на прошлом уроке с вами. А это умеренность поклонения у салафов, то есть то, что они порицали чрезмерство в поклонении и призывали всегда к умеренности. И это, судхам, а также призыв самого посланника. Мы остановились с вами на предании от Абдуллаха, Абдуллах Амра Абдуллах Ассад, то есть известный сподвижник пророка, который, будучи ещё молодым мальчиком, то есть он принял ислам и был известным, то есть поклоняющимся и много, то есть у него пользы принёс для этой религии. Из интересного, что рассказывается про Абдуллах 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 Ассад, естественно, его отец также был сподвижником, оба сподвижники пророка, разница в их возрасте между ними была 12 лет. То есть отец на 12 лет старше только своего сына. Так вот он говорил, «Я, говорит, заучил весь Кур'ан». То есть всё то, что было у меня на тот момент. «Я, говорит, всё, что знал, прочитывал за ночь». Мне посланник Аллах сказал, заканчивай Кур'ан, чтение его, за один месяц. То есть не нужно за одну ночь, за один месяц. «Я, Расуль Аллах, да не астамти амин кувати ва шабаби». И я сказал у посланника Аллаха, дай мне воспользоваться, говорит, дай мне воспользоваться, то есть моей силой, то есть у меня сейчас и сила, и моей молодостью, хорошо. И сказал тогда пророк, салаллаху алей салам, говорит, читай его за 20, то есть 20 дней. Тогда пророк, алей салаллаху алей салам, тогда он сказал опять, да не астамти амин кувати, то есть дай же, я получу пользу от своей молодости, от своей силы. то есть сказал мне тогда пророк читая его за неделю и говорит я когда еще раз сказал то что сказал хорошо пророк алейсаляту ассалям сказал мне то есть не позволил мне менее этого то есть сказал что минимум пусть будет неделя то есть мы знаем братья он был известным то есть он много-много поклонялся Аллаху субханава Тааля что даже сообщается о его жене когда она пришла к Айше она увидела что она как бы то есть не то чтобы неопрятная но не такая которая бывает вот недавно или же вышедшая замуж то есть невестка всегда она бывает красивая то есть хотя бы хотя бы в первое время как говорится она бывает красивая всегда для своего мужа хорошо и Айша не увидела этого от нее и спросила и она сказала Абдуллах мальчик на тот момент говорит он праведный мужчина то есть он днем посетится ночью поклоняется то есть нету ему времени до нас то есть куда нам до него и тогда посланник Аллаху саллаллаху алейсаляма поругал его и сказал что то есть у тебя у твоего тела есть на тебя право у других людей есть на тебя право и так далее то есть восполняй или же выполняй права каждого кто имеет право на тебя так вот имам Аззхаби комментируя эти слова которые мы прочитали сказал саханна Расул Аллахи саллаллаху алейсаляма наазалаху и ля саллаллаху алейсаляма то есть здесь в этой истории приходит 7 но также в достоверном то есть в достоверной истории в достоверном хадисе приходит о том что пророк алейсаляма дозволил ему как крайний вариант это 3 дня 3 ночи говорит и он запретил ему читать за менее чем 3 ночи 3 дня и 3 ночи и это было то есть по отношению то есть этот хоккан был по отношению к тому что было на тот момент из Курана то есть мы знаем то что Куран он посылался до самой смерти пророка саллаллаху алейсалям то есть тогда было еще не все затем после того как пророк алейсаляма уже сказал ему это уже то есть был не спослана остальная часть Курана и самое маленькое что мы можем сказать по поводу этого запрета это то что как минимум нежелательно читать Куран за менее чем 3 ночи поэтому не понял и никак уж точно не размышлял над тем что он прочитал тот кто прочитал за менее чем 3 дня и 3 ночи и если же человек сделает таким образом будет читать хорошо то есть правильно сохраняя все то есть хокканы Курана то есть размышляя над аятами и сделает это за 7 дней и будет так делать постоянно то есть каждую неделю заканчивать Куран это будет прекрасным делом потому что религия братья она легкая говорит клянусь Аллах читать седьмую часть Курана то есть одну седьмую Курана за ночную молитву вместе с тем что человек также бережно относится к своим навафель ратиб то есть раватиб то есть те молитвы которые в день совершаются перед или же после обязательных молитв и при молитве приветствия мечети и совершая достоверно пришедший до нас адхкар и поминание Аллах вместе с тем что то есть он будет также поминать Аллах перед сном и также когда проснулся и также будет поминать Аллах после обязательной молитвы то есть мы знаем какие-то успехи которые пришли а также по утрам если будет вместе с этим то есть изучать полезные знания заниматься этими знаниями будучи искренним ради Аллах и будет приказывать и будет указывать и объяснять ему и подобное этому деяние то есть вместе с этим он будет совершать обязательные 5 молитв то есть будучи верующим будучи то есть как говорится опустив свои то есть опустившись перед Аллахом то есть имеется ввиду приспустившись или как я не знаю это по-русски лучше сказать то есть имеется ввиду будучи то есть преломленным Аллаху Аля или же то есть униженным перед Аллахом сохраняя искренность и сохраняя смирение будет совершать остальные обязательные вещи будет остраняться от больших грехов будет много просить и просить прощения за свои грехи и также если он будет давать милостыню будет поддерживать родственные связи будет скромным и будет во всем этом, во всех этих делах будет искренним ради Аллаха это будет великим огромным деянием которое бы он смог делать и это говорит положение тех кто будет по правую сторону в судный день то есть обитатели рая и богобоязненных угодников потому что говорит все это то есть то что требуется от тебя говорит а если же человек будет занят только тем что он пытается каждую ночь закончить чтение Кур'ана хорошо такой человек противоречит религии единобожия которая является братья легкой доброй и такой человек хорошо то есть он не выполнит все то о чем мы сказали если он будет таким образом поступать и не будет размышлять над тем Кур'аном который он читал Более того этот прекрасный то есть господин поклоняющийся сподвижник пророка когда стал сам взрослым когда стал то есть уже взрослым дедушкой как говорится он говорил из его слов было о если бы я послушался посланника Аллах то есть и принял бы то есть то облегчение которое он дал мне то есть те как говорится то есть то есть ту легкость принял бы я и не брал бы на себя больше того хорошо то есть говорил было бы лучше и также он ему говорил по поводу постава и так же он просил его то есть можно мне еще можно еще то есть мы знаем известный хадис Абдулла Абр который пришел в имаму Аль-Бухари муслим и других когда пророк сказал ему постись каждый месяц три раза это будет для тебя, то есть подобно тому что ты постишься всю жизнь, он сказал я могу больше и так далее, и так далее до тех пор пока он не указал ему пока он не сказал пророк ему говорит, постись день и не постись следующий день, это будет лучший пост это пост моего брата Дауда то есть почему пророк назвал Дауда братом, потому что все пророки братья между собой, как сказал посланник Аллаху алисалям они подобны то есть сыновьям одного отца единственное матеря их разные что значит сыновья одного отца, то есть имеется ввиду Аллах их послал они между собой братья, хорошо но вместе с этим матеря их разные, имеется ввиду шариаты у каждого разные то есть даже братья этот великий сподвижник поклонялся то есть он постоянно выставил ночную молитву потом постился день через день и так далее И сам, когда стал взрослым, то есть старым, тогда он говорил, если бы я принял бы, то есть это послабление от посланника, алейхи салату салат. Говорит дальше имамат Захаби вакуллюман лам яльзам нафсагу ау юльзим нафсагу фи тааббодихи ва аурадихи бессоннатин набауе янда муэ тарахабу уясуумазмизаджу. Говорит и каждый человек, который не обяжет свою душу или же не свяжет свою душу только с тем, что пришло от посланника, алейхи салату салям, то есть не прибавляя к этому, не убавляя, то есть только вот то, что по сунне, такой человек всегда будет опечаленный за тем. Хорошо, то есть и субханаллах, то есть он будет, как говорится, грустить потом. То есть и субханаллах, он потеряет много блага из следования сунны, то есть доброму мягкому посланнику салаллаху алейхи салям, который был, то есть милостью к верующим. Который желал только пользы для них, то есть субханаллах, пророк салаллаху алейхи салям, он, братья, то есть неподобен, например, той матери, которая как бы прощает своего сыночка, думает она так, и, например, убирает ему в будильник с молитвы фаджар до того времени, когда ему нужно в школу. Говоря, ну он ребенок. Нет, субханаллах, пророк салаллаху алейхи салям не такой. Посланник Аллаху алейхи саляма, братья, принес шариат для нас, принес его от Аллаху алейхи салям. Поэтому, если посланник салаллаху алейхи салям дает в каком-то вопросе послабление или же Аллаху алейхи салям, значит, братья, твоя награда меньше от этого не становится, и это дозволено тебе, прими это. Это подобно подарку от Аллаха субханаллаху алейхи салям. И мы сказали то, что можно достичь, на прошлом уроке и до этого говорили, то, что можно достичь великих высот и больших поклонений, то есть больших объёмов поклонений и по ночам, и днём и так далее, но, братья, это делается постепенно. Это делается постепенно. То есть сначала ты начинаешь с чего-то. Как пророк, саллаллаху алисаму, даже в вопросе поста сказал, то есть закончи, точнее постись, три дня в месяц, потом сказал понедельник, четверг, потом день через два, потом только день через день. То есть не нужно перешагивать. Давай по ступеньке, по ступеньке. То же самое про Куран. Сказал пророк алисаму, читай его за месяц, потом сказал меньше, потом сказал меньше, потом сказал три. Хорошо, то есть три дня и три ночи. И это, братья, самое лучшее. Остановиться там, где остановился, остановил тебя посланник Аллаху алисаму. Никогда не думай, и дальше у нас об этом придёт, никогда не думай, что нет, я сделаю больше. Не говори, субханаллах, то, что ну это пророк, это сподвижники, куда нам до них, субханаллах. Не забывай, о брат мой, то, что от того, что это пророк и это сподвижники, брат, религия, она доносится и до тебя, и до того, кто будет после тебя, и до того, кто будет до тебя. То есть все, субханаллах, это, братья, религия, салих, али кулли, маканин, азаман, она, братья, она всегда, то есть она является подходящей под каждое время и под каждую местность. Нету такого места, где бы, то есть, ну да, здесь немножко другое. Нет, братья, ислам везде идеален, везде он подходит идеально, потому что это, братья, от Аллаха, субханаллах. Даже если кто-то скажет, что пророк, алейхиссалату ассалям, не знал, что случится, братья, тот, кто послал этого пророка, знал. Валлахи, знал. Поэтому, когда мы говорим, что нет, это было в то время и так далее, нет. Это, братья, религия, которая не способна Аллахом, سبحانه وتعالی. Который является мудрым, братья, знающим. Знает абсолютно все. Знает все, что было, все, что есть. Все, чего не было, знает. То, что есть, то, чего не было. Если бы оно было, как бы оно было. Даже это знает Аллах, سبحانه وتعالی. знают абсолютно все, братья. То есть невозможно такое даже себе представить, поэтому братья, нужно к этому серьезно относиться. Обязательно, братья, как сказал имам Азагабель, нужно, как говорится, обязать свою душу, связать свою душу с сунной пророка, саллаллаху али-васаляму. Если ты видишь, что что-то в сунне, совершай это. Если ты видишь, что этому нету подоплеки, и это противоречие сунне, не надо, брат, не надо следовать украшениям своей души, то, что твоя душа скажет, что ну ничего, нет в этом проблем, ну давай, ну они такие-то, а вот сейчас лучше так, нет, брат. Сделай то, что, то есть сказал тебе пророк, саллаллаху али-васаляму, как рассказывал шейх Абдуразак Аль-Бедр про шейх Абнубаза, что один человек спросил его, когда услышал хадис, то, что пророк, алейсаллаху али-васаляму, сказал, субхану, братья, смотрите, из примеров справедливости нашей религии, что, братья, не позволяется ходить в одной тапочке, в одной обуви. Почему? Потому что это является несправедливостью для другого, субхану, для другой пары обуви. То есть ты, если носишь, например, только правый тапочек, это будет несправедливостью по отношению к левому тапочку, и поэтому это запрещено. И один человек спросил, и это действительно часто же случается, то есть на выходе из мечейки, или же дома, и так далее, и тому подобное. Случается такое, говорит шейх, что, быть может, другой тапок, он в метре, то есть или же вот в два шага, то есть бывает, один тапочек здесь, другой, можно надеть его, шаг сделать и надеть второй. Говорит, дозволяется ли в таком случае, то есть надеть в ней этот тапочек, а затем дойти до того и надеть его. И, субханаллах, братья шейх, ибн-убаз, это братья, великий мудрец, рахима Аллаху та'аля, он сказал, если ты сможешь не противоречить сунне даже этим шагом, сделай это, субханаллах. Братья всего лишь шаг, скажет кто-то из нас, но, братья, это противоречие сунне. Поэтому ни в коем случае, братья, в Аллахе, человек должен обязательно, обязательно связать свое сердце с Аллахом, субханаллаху та'аля, через подчинение сунне, сунне посланника, салаллаху алейсалам. Братья, не забывайте, что он был неспослан не просто так, братья. Претерпел пророк алейсалату алейсалам только ради того, чтобы эта религия дошла до тебя. Аллах, субханаллах, неспослал его, мудрый, братья, с высоты семи небес выбрал именно его для того, чтобы он тебя обучил этому. Поэтому не нужно забегать вперед, как Аллах, субханаллах, сказал, я югладина аману, ля тукаддиму баййна идаилляхи урасули. О, те, которые уверовали, не опережайте Аллаха и его посланника. Братья, не нужно умничать, не нужно говорить, я вот так, мне вот так, я так вижу и так далее. Нет, брат, ничего ты не видишь. У тебя есть сунна пророка, салаллаху алейсалам, следуй ей. Аллаху мустан. Немножечко отошли от темы. Тама, ума зали, салаллаху алейсалам, говорит дальше, мама, и пророк, алейсалату алейсалам, все время обучал эту умму самым лучшим деянием. Субханаллах, почему? Потому что желал блага для всех. И пророк, алейсалату алейсалам, запрещал монашество. Запрещал, как говорится, эту невинность, братья, то есть монашество. Хорошо говорил, женитесь, женитесь много, женитесь, чтобы у вас было много жен, много детей и так далее. Запрещал, братья, не нужно издеваться над собой. Также запретил он постоянно поститься. Запретил он поститься таким образом, то есть не совершая ифтар между двумя постами. И запрещал он молиться большую часть ночи, кроме как 10 последних ночей Рамадана. И запретил он быть неженатым тому, кто может жениться. Говорил пророк, алейсалату алейсалату алейсалам, не нужно себе запрещать то, что разрешил тебе Аллах и другие братья, приказы и запреты пророка, алейсалату ассалам. Хорошо. Говорит, то есть поклоняющийся, который не имеет знания о многом из этого сказанного, он имеет оправдание и получает награду. Что касается поклоняющегося, хорошо, то есть А что касается поклоняющегося, который имеет знание, который имеет предание от Рока, но переходит за их рамки, он, братья, находится в обольщении, и он низок в своей степени, то есть ниже, чем тот. И говорит, самые лучшие и самые любимые деяния перед Аллахом, это те, которые совершаются с большим постояством, даже если их мало. Говорит дальше имам Эдзхаби, давнушит нам и вам Аллах, прекрасное следование, и отведет от срастей и нарушений, то есть противоречия сунни в Аллаху. И мы также говорим Амин, чтобы Аллах, укрепил нас в наследовании, пророку. Как-то раз один человек пришёл к Абу Умама, то есть один из подвижников пророка, и сказал ему, пришёл к нему человек и сказал ему, мне сказал один человек, который пришёл ко мне, рассказывает он, говорит, и сказал, совершай деяния так, как совершает Их Абу Умама, то есть будь подобен ему. И вот он пришел к этому Абу-Умаме и спросил, что ты делаешь? И, Субханаллах, сказал Абу-Умама в ответ, и в чем проблема? Говорит, нетрудно постичь моих деяний. Я молюсь пять молитв, то есть в день. То есть имеется в обязательных. Пасчусь в месяц Рамадан. И также три дня каждый месяц. И когда ты услышишь пение птиц и поешь ты вместе с ними. То есть имеется в виду, то есть по утрам перед фаджром просыпайся и ты молись по утрам или же так же совершай. То есть имеется в виду предрассветное время зари и так далее. То есть вот это говорит мои деяния. То есть что тут трудного? Ничего. Аллаху мустаан. Также Яхья ибн Аксам рассказывал, говорил, говорит, я был вместе с вакиом, я был вместе с ним как в пути, так и где-то, где он пребывал, в месте пребывания его. И он постоянно постился, говорит, и также заканчивал Кур'ан каждую ночь. Постоянно постился и заканчивал Кур'ан каждую ночь. Аллаху алим. То есть постоянно постился. Аллаху алим имеется в виду, что он чаще всего постился. То есть постился большую часть времени. Не постился он каждый день, потому что известно, пришел явный запрет на это в хадисе пророка Али Сарату Сан, что такой человек не покушал и не попостился. То есть не будет у него это принято, сказал пророк Али Сарату Сан. Имама Загаби, братья, смотрите, Субханаллах, фигг ученые. Имама Загаби комментирует и слова говорит, Говорит, это великий вид поклонения. Или же это поклонение, такое вид поклонения ослабит человека. То есть Аллаху алим, можно так, можно так. Говорит, но такой вид поклонения, когда мы слышим, что такой вид поклонения пришел от имама, из имамов, великих азаритов, то есть саляфитов, хорошо, это не подобает. Ведь говорит, значит, все-таки имеется в виду, что он постоянно постился. Потому что имам Загаби говорит, достоверно пришел до запрет от пророка, алейхиссалату ассалам, поститься вечно. И также пророк, алейхиссалату ассалам, достоверно запретил читать Кур'ан менее чем за три ночи. За три дня и три ночи. Религия легкая. И следование из-за этого, братья, великие слова. Исследование сунне более предпочтительно. То есть, нужно следовать сунне. И говорит, да будет доволен Аллаху Аки'ам. И где такой, как Вакия? То есть, Субханаллаху Аки'а, да, имам, мы не спорим с этим. То есть, нет таких подобных ему. То есть, великий имам. И говорит, да будет Аллах, Субханаллах, доволен им. И, Субханаллах, смотрите, братья. Вместе с этим, вместе с тем, что он постоянно постился, читал Кур'ан. И Вакия'а, известный, братья, имам, хорошо, вместе с этим он постоянно пил набит. Набит, это, братья, настойка из фиников. И она, Субханаллах, то есть, она опьяняет. То есть, она подобна вину, хорошо, то есть, только из фиников, не из винограда. И в этом вопросе было небольшое разногласие. Некоторые говорили, что, как бы, оно дозволено. Говорили, что дозволено. И он, Субханаллах, вместе с тем, что оно опьяняет, если пить его в большом количестве, он, как бы, истолковав, он был из числа тех, кто постоянно пил этот набит. говорит и было бы намного то есть от такого как он более подобало бы ему то есть оставить это из вопроса аскетизма то есть ты знаешь что в этом вопросе разногласия это что-то сомнительное оставь это это лучше для тебя то есть это как пришло в хадисе который мы с вами проходили в книге хорошо как сказал пророк Али Салат что тот кто остерегается сомнительного такой человек как бы обезопасил свою религию и свою честь более того даже про этот сам набит пришел то есть явный запрет в сунне пророка и мы сейчас не об этом говорим но то есть каждого слова мы принимаем и что-то оставляем то есть кроме пророка Али Салату 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 у каждого есть ошибки и ни в коем случае нету для нас примера в ошибке ученого то есть если ученый ошибся в каком-то вопросе это не значит что ну это же ученый мы должны следовать ему нет братья не следуем то есть мы следуем пророку там где ученый ошибся никаких проблем нету кто бы это ни был то есть мы можем сказать что он ошибся и это братья не является порочением ученых субханаллах некоторые люди братья особенно в недавние времена начали говорить что если ты сказал про кого-то ученого брат что он здесь ошибается Опять же, ты это говоришь не из своего кармана Потому что другие ученые сказали так Другие шейхи, разъясняя эти слова, сказали Что это не совсем правильно, правильнее было бы Сказать так или же так Они говорят, что ты порочишь ученых Аллаху Акбар И этот же человек может быть в одном и том же диалоге Тебе сказал, что, например, имам Малик Ошибся в таком-то вопросе фитха Или имам Аш-Шафи здесь не совсем прав Или же Абу Ханифа так же сказал неправильно и так далее И это у него не считается ошибкой И это не считается у него чем-то Из порочения ученых, в то время как Любой современник из ученых, который ошибается Братья, он, как говорится, не стоит, может быть, и тапочков Тех ученых, которые, то есть тех имамов Которые были, как мы читали с вами слова Баид Абну Амейра, который сказал, что Сказал, что сегодня Проявляющий Ичтигад, это, братья Игрок, который был до нас То есть имеется играющийся, забавляющийся Аллаху Амус Та, то есть, братья, разница огромная Аллаху Амус Та Говорит, нааму аля юаббаху бимафаалу Бичтигад, то есть, и вместе с этим То есть, он проявил усердие в этом просе, проявил Ичтигад У Акиа, хорошо, я ошибся И поэтому мы его не порицаем и не позорим То, что Аудзабилда, что ты делаешь, нет Насалюблаху Альмусамаха, пусть Аллах Спантера простит его, то есть, смотрите, братья Субханна, как ученые подходят к этому вопросу Да, это, братья, поклонение, это великое дело И где подобные, Субханна, подобные Салифы, где тот, кто может осилить Такое, нет таких, Субханна, но вместе с этим Братья, следование Сунны, оно, братья Вот то, что нам нужно, нам нужно следовать Суне, поэтому, если ты слышишь, что кто-то Совершая какие-то деяния, но это Противоречит Сунне Пророка Али Салату Ассалам Брат, скажи, джазак Аллах, пусть Аллах Спантера смилуется на нем, это великий имам Но это не значит, что ты должен следовать за ним Потому что это кто-то из ученых, имамов И так далее, нет, следование, братья Бывает у нас только Сунне Пророка Салаллаху Али Салам, поэтому, как ученые говорят Что мы, братья, не согласны даже быть Намангаджи Абу Бакра, не согласны быть Намангаджи Умара, мы только, братья Намангаджи Пророка Салаллаху Али Салам Потому что, братья, он был Ниспослан нам, он был, Аллах Субханта Аля Про него сказал Хорошо, то есть мы не спослали тебя в качестве милости Для миров, про него Аллах Субханта Аля Сказал, что то, что вам приказал Посланник, следуйте этому То, что он запретил, оставляйте это Про него Аллах Субханта Аля Сказал, тот, кто подчинился посланнику Подобен тому, кто подчинился Аллаху То есть разницы нету, это один и тот же приказ потому что весь этот приказ в любом случае будет возвращаться к Аллаху Субхану Ва Та'Алле. Также Абу-Идрис Аль-Хауляни, рахима Аллах, говорил говорит, на себя человек не вешал лучшего ожерелья, чем спокойствие. То есть имеется лучшее твое украшение, это что? Это будет то, что ты спокоен во всех своих положениях. И говорит, когда бы Аллах Субхану Ва Та'Алле не увеличивал знания человека, кроме как вместе с этим приходила от Аллаха Субхану Ва Та'Алле ему умеренность в его деяниях. То есть он, как говорится, его пыл усмирялся. Это не значит, братья, что чем больше знаний, тем меньше деяний. Нет, не нужно таким образом понимать. Братья, в Сунне, аль-Хамдул-Лля, если ты начнешь исповедовать только Сунну Аллаху Акбару, то есть у тебя, Субхану Ва Та'Алле, как говорится, очень мало времени свободного останется, потому что по милости Всевышнего Аллах Субхану Ва Та'Алле, как говорил всегда, как говорит всегда наш шейх Валид, говорит то, что Аллах Субхану Ва Та'Алле по своей милости не оставил для тебя какого-либо положения в твоей жизни, кроме как у тебя в этом месте есть какое-то поминание Аллах Субхану Ва Та'Алле. Когда ты спишь, у тебя поминание. Ибн Бабта, имам Ибн Бабта говорил, что я, говорит, перед своим сном практикую 40 хадисов про посланника Аллах Саллаху Алейху 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 А Когда возвращаешься, то, что любое дело, когда делаешь, даже когда ты совокупляешься со своей женой, даже тогда при входе, как говорится, у тебя есть дуа, то есть нету, братья, какого-либо положения, чтобы у нас не было в этом моменте поминания Аллаха, во всем вопросе у нас есть сунна, поэтому не нужно думать, что умеренность означает оставление дел, нет, но, братья, те дела, которые пришли в сунне пророка, то, что тебя, брат, ислам не призывает, ни в коем случае издевательство над собой, издевательство над своей семьей, оставление всего, чтобы ты голодал, умирал, не призывает тебя к этому ислам, абсолютно, потому что, братья, как говорят некоторые глупцы, невежды, в Аллахе, братья, клянусь Всевышним Аллахом, кроме которого нет божества достойного поклонения, и за эту клятву я готов в судный день отвечать, что, братья, только, братья, глупый, тупой человек говорит про то, что ислам, то есть как бы отдаляет нас от цивилизации, в Аллахе, братья, самая сильная цивилизация была, когда, братья, люди, исповедовали свою религию, а эти люди, клянусь Аллахом, не знают, братья, ничего из Курана, ничего из Курана. Аллахе слышал от одного из таких людей, который, братья, говорил, то есть из-за того, что этот человек сказал, то есть такой человек, который говорил постоянно, что вот, мол, ты из-за того, что ты бородатый такой и так далее, ты оставляешь цивилизацию и так далее, то есть давай на верблюдах катайся, ну вот этот бред, который говорили люди. Говорит Субханалла как-то в одной из своих речей. Говорит, в Куране говорит, что сказано. Как только Куран открываешь, там сказано, то есть в самом начале, не спорь с дураком. Субханалла, то есть по сути, сейчас может быть кто-то посмеется с этих слов. Но братья, это великие, это братья, страшнейшие слова. То есть ты, Субханалла, никогда в жизни даже ты не додумался открыть эту книгу. Ты не знаешь, что там вообще в принципе, что тебе твой Господь с высоты семи небес, за что люди сражались, за что людей убивали, за что, Субханалла, люди полегли, чтобы до тебя эта книга дошла. Ты не знаешь, и ты вот так просто говоришь, что вот, что первое в Куране сказано, не спорь с дураком. Конечно, Субханалла, оно действительно есть у нас в Сунне, что мы не спорим с дураком. И поэтому ты дурак, мы оставим спор с тобой, Субханалла. С тобой не будем продолжать даже, потому что ты даже не дурак, Субханалла. То есть с дураком, он хоть как-то можно что-то с ним еще придумать. А ты просто, Субханалла, то есть ты, как говорится, У тебя вообще, в принципе, видимо, разума нету. Это, братья, страшнейшее дело. И очень-очень страшное положение этих людей. Пусть Аллах исправит их и нас, которые говорят такие вещи. Это только, братья, от великого невежества человека. Невежество об Аллахе. Эти люди, братья, не знают, кто их Господь. Кто такой Аллах? Как ты можешь, оставив Создателя, заниматься созданием? Субханалла, Он тот, кто создал тебя. Он тот, кто взрастил тебя. Он тот, кто дал тебе всю эту цивилизацию, науку. И ты ради этого созданного чего-то временного оставляешь, братья, вечного Аллах, Субханалла, у которого, братья, вечный рай, у которого вечный огонь. Неужели не боишься ты? Неужели не желаешь ты рая в Аллаху-Маста'ан? Пусть Аллах, Субханалла, сделает нас и вас из числа обитателей рая. Также, братья, от Махляда ибнуль-Хусейна, Рахима Аллах, передается, что он говорил, «Ма надаба Аллаху лаибада и ла чейн, илля атарада фиги иблиз биам рейн». К чему бы ни позвал Аллах своих рабов, то есть не воззвал к ним, не приказал им что-либо, шайтан всегда находит в этом вопросе две вещи. И без разницы шайтану, где он победит, то есть в какую сторону. Или же чрезмерствие, или же наоборот упущение. То есть какое бы дело не приказал тебе Аллах, неважно, будь то обязательно или желательно, иблиз будет, шайтан будет стремиться заблудить тебя с двух сторон. И вообще ему без разницы, с какой стороны он попадет. Либо чтобы ты совершал больше, чем нужно, либо чтобы ты совершал меньше, чем нужно. И последнее, братья, на сегодня и в этой главе, это слова, что он говорил, «Братья, это, как говорят, поставь это перед своими глазами». Положение религии Аллаха, братья, таково, что это, братья, не чрезмерство, то есть это ниже чрезмерства и выше упущения. Это братья посередине. Как Аллах сказал в Кур'ане, «Таким образом мы создали вас уммой, придерживающейся справедливой середины, которая, то есть без чрезмерства и без упущения во всех приказах и запретах, пусть Аллах сделает нас и вас, из числа тех, кто практикует сунну и являются умеренными в этом, и не оставляя то, чтобы дошло до нас достоверно от посланника Аллаха, и соберет нас с ним и также со всеми сподрежниками в величайшую степень охрая. Субтитры создавал DimaTorzok